Ну а наше утро продолжается и сейчас будет информация для всех любителей творчества и для всех любителей поэзии. Кстати, один из них находится в этой студии, это я, а еще один, еще одного любителя поэзии мы пригласили к нам в гости, потому что это ростовский поэт Ника Новак и у нее вышел новый альбом со стихами под названием «Маяки». Вот так выглядит обложка этого альбома, друзья. Друзья, Ника Новак, поэт и автор альбома «Маяки». Доброе утро. Доброе утро, Ник. Ну, мы рады видеть вас в студии. Я тоже рада вас видеть. Ты у нас первый раз сегодня, но альбом этот, кстати, не первый у тебя уже. Да, это второй альбом, который был очень долгожданный в моей жизни, я его готовила три с половиной года, и вот наконец-таки случилось это событие, и он вышел в моей жизни. Ника, как давно вы вообще занимаетесь написанием? Ну, мне 30 лет, значит, соответственно, половину жизни, 15 лет. С 15 лет, 15 лет. Слушай, ну, у меня вот хочу первый вопрос, прежде чем мы поговорим про сами стихи, которые вошли в альбом. Меня всегда, поскольку это не первый альбом, меня всегда удивляет красота обложек альбома. Ой, это вообще отдельная история. Если я скажу, что она мне приснилась, наверное, это будет прям... Почему нет? У нас утренняя программа, здесь можно говорить о том, что приснилась, Ника. Ну, расскажи немножко, как вообще создаются такие шедевры? В один прекрасный день и вечер я почему-то перед тем, как лечь спать, вдруг подумала, как это должно выглядеть, и мне пришло в голову вот что-то подобное. Я нашла знакомую девочку, которая как раз в тот момент занималась написанием картин, обратилась к ней, она очень удивилась, и в течение года, в общем-то, мы разрабатывали макет и сделали потом вот такую... Это все ручная работа. Вот я же хочу обратить внимание, друзья, посмотрите, сейчас вот в эфире демонстрируется эта обложка, это все действительно ручная работа, никакой компьютерной графики вообще. Да, это просто отсканированный рисунок, который сделала замечательная девушка, наша землячка, фотографа, она по совместительству Таня Николаева. Очень талантливая, мне кажется, но расскажите, пожалуйста, Ника, все-таки о стихах, о чем они? Потому что название такое, маяк, как... Маяки, по множественному числу. Маяки, да, то есть такие какие-то путеводные маршруты, у меня такая ассоциация. Вообще история этого альбома достаточно сложная, многогранная, и однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Но я всегда говорю о том, что маяки – это ассоциация у любого человека, связанная с тем, что если ты находишься в открытом море, да, или если ты моряк, капитан, ходишь в моря, то всегда в открытом море ты видишь тот самый маяк, который тебе указывает путь. То есть в темное время суток, во время шторма и так далее. Вот нечто подобное случилось в моей жизни, когда я поняла, что, собственно говоря, почему люди не могут быть маяками. И есть такая еще замечательная песня, которая мне очень нравится, у певицы Айовы, которая называется «Мы люди-маяки». И вот оттуда пришла идея. Потому что мы действительно люди-маяки. В каждом из нас есть особенный свет, который помогает нам искать свою дорогу, верный путь. Мы не всегда его находим сразу, мы ошибаемся. И вот когда мы ищем путь к себе и путь в жизни свой, да, вот мы, наверное, идем на свет того маяка, который нам встречается. Это может быть человек, это может быть какое-то событие в жизни, мечта, да. И в общем-то вот как-то так. Нет, ну у тебя большое количество стихов все-таки. Ну относительно, конечно. Нет, ну хорошо, да, относительно. Но тем не менее, я к тому, сколько стихов в альбоме и вообще насколько было трудно уместить их в тему названия альбома. Ой, опять же говорю, это совершенно случайно пришло мне в голову, когда я вдруг в этот же самый вечер легла спать, и я вдруг поняла, что я не могу уснуть, эти мысли мне не дают покоя, надо выпустить срочно второй альбом, уже два года прошло, надо что-то сделать, много работ. Вот. И в какой-то момент, когда мне пришло название, когда я увидела эту картинку, я начала искать свои стихи, которые были написаны в период шести-семи лет, наверное, за вот это время. Когда я посмотрела на этот список, который я хотела бы включить в альбом, я поняла, что это логическая история, которая имеет свое начало и имеет свой конец. Некоторые стихи были дописаны в процессе подготовки к этому альбому, и вот буквально совсем недавно, в январе 2021 года, по-моему, последнее стихотворение было написано к альбому. И когда я видела всю эту картинку, я поняла, что это, да, полноценная история, история о том, как человек ищет в себе тот особенный свет и рассказывает свою историю жизни. Это история мужчины, история женщины, и вот в конце что-то происходит. Бывает ли такое, что вы, например, прогуливаясь в парке, замечаете человека, который вот вас вот так вот как щелчок вдохновляет, и у вас сразу появляются какие-то сюжеты, ассоциации? Вообще, что вас вдохновляет в вашем творчестве в основном? Может быть, это природа, может быть, это какое-то, какие-то звучания? Потому что у всех же по-разному происходит? На самом деле невозможно однозначно тоже ответить на этот вопрос, потому что вдохновить может все, что угодно. Ты можешь проснуться утром, увидеть прекрасное солнце за окном, как поют птицы, и этот момент тебе захочется запомнить. И тогда ты берешь в руки ручку и записываешь. Ник, но мы не можем, мы уже столько поговорили об альбоме, мы не можем не попросить что-нибудь прочитать, хотя бы одно стихотворение из альбома «Маяки». Друзья, Ника Новак. Хорошо. Каждый прохожий, как ты, чей-то брат и сын, В каждом прохожем внутри Божий свет застыл. Ты его, может, пока что не различил, Но его точно кто-то в нем там включил. В каждом прохожем любовь и печаль и стыд, Где-то под кожей он горечь свою хранит. Каждый прохожий, как ты, прячет боли, страх, Как белый лебедь, складируя их в рукав. В каждом прохожем кипучее море слез. Ветер морской их нарочно сюда принес, Вычислил путь, загладил свои следы, В каждом из нас оставив гнилой воды. В каждом, кто зол и боль на небо и тоской, Можно зажечь огонь теплой рукой. В каждом, кто был обижен, побит судьбой, Есть слишком много того, что и у нас с тобой. Браво! Просто прекрасно! Очень нежно и проникновенно. Но, я так понимаю, альбом на электронных цифровых площадках? Да, на всех цифровых площадках, потому что мы живем в 21 веке, в 21 году, и выпускать диски, как-то по-другому распространять музыку и стихи, на сегодняшний день, не имеет смысла. Поэтому, да, он доступен везде. Ник, у нас остается минута, я последний вопрос хочу задать. Музыку. Насколько вообще тяжело, легко подобрать музыку? Сейчас была такая прекрасная музыка. Это было очень сложно, но могу сказать, что, слава богу, есть такие сервисы бесплатной музыки, где можно найти подходящую по настроению, по атмосфере. Поэтому, ребята, пользуйтесь, их очень много. Можете поискать в интернете. И нужно сказать, что музыкальное сопровождение, оно имеет большую роль в подаче стихотворения. В подаче, да. И вы абсолютно гармонично подобрали вот этот трек к вашему стихотворению. Звучание потрясающее. Вы очень талантливая поэтесса. Мы желаем вам удачи. Да, Ник, спасибо большое, что пришли. Мы поздравляем тебя еще раз с выходом альбома «Маяки». Друзья, собственно, автор альбома «Маяки» поэт Ника Новых была в гостях. Слушайте стихи, дорогие друзья. Ну, а наша программа продолжается, и у нас на очереди рубрика «Юридическая грамотность». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!